Мало будет народу, когда несколько минут назад чуть-чуть времени прошло, и уже народу добавляется, добавляется все больше и больше. Там еще многие раздеваются, но хорошо. Мы начнем наше служение, потому что время уже идет. Чтобы нам не затягивать, как в прошлый раз, мы с этим выдержим в 10-м часу разошлись от себя. Скажем слава нашему Господу. Слава Богу, что Он дает нам такие времена, дает такие нам возможности. Это просто, знаете, друзья, когда мы это оценим, размышляя над этим, мы, конечно, утвердимся в том, что это великая милость Божья. Нам среди такого времени, вот этого царствующего беззакония в мире, нам дает такие сладостные минуты общаться, быть собранными во имя Господа, прославлять имя Бога, учиться у Него и заниматься этим столько, сколько мы захотим. Слава Господу! И перед началом этого служения, служением, скажем так, воспоминания, беседы, общения, я хотел прочитать из второго послания апостола Павла к Тимофею, из второй главы, такие стихи. И так укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от Меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Слава Господу! Как нам необходимо, друзья, знать, слышать из уст наших братьев, сестер, как Бог действовал в их жизни. Это свидетельство огня, я такими словами это называю, свидетельство горящего в сердцах людей огня Божьего, огня любви, огня веры. Как этот огонь горел вот в этом сердце, как этот огонь передался и горел вот в том сердце, как проявлялось на самом деле в жизни горение огня. Многие люди, бывает, говорят, я много молюсь, я много пощусь там, и ночами бывают молюсь, и всё, но дел в их жизни так и не видать. Каким, говорит, такая благодать, такая сила, такой огонь, какой огонь, какая сила, неизвестно. То, что в нас начинает гореть огонь Божий, это, естественно, проявляется на делах, на тех поступках, на тех словах, которые мы начинаем говорить, которые мы начинаем делать. И свидетельство пылающего в сердцах огня любви Божьей, огня Духа Святого, это дела Божьи, которые эти люди начинают делать. Слава Иисусу Христу! Поэтому написано, что когда пришло время, то явилась благодать Божья спасающая, дальше там написано в послании Никиту, научающая, потому что написано, Христос отдал себя за нас, чтобы избрать себе, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Видите, с чего начинается и как проявляется присутствие благодати, присутствие Бога в сердцах людей. Бог спасает, возрождает в жизни, потом учит на этом пути и естественное выражение Бога в делах. Если человек говорит, я верующий человек, а дел не делает, то это бесовская вера, мы знаем об этом, да? Поэтому, когда в сердце человека горит огонь Духа Святого, и его выражается это в тех святых делах, в тех трудах, в тех работах на Ниме Божьей, для Господа, в доме молитвы, где-то в церкви, имения любви и верующим людям. Вот это свидетельство, пылающего в сердце огня. Если этого нет, как скажет человек, что, как скажет, мы можем сказать о человеке, что в его сердце горит огонь Духа Святого? И мы видим, что написано в первой церкви, когда верующие, написано, у многих было одно сердце и одна душа, и они, написано, были в радости у всех человеков. То есть все люди видели, что в них горит огонь Божьей любви, этот огонь Пятидесятницы, слава Господу, который и подвигал им, который не давал им покоя, скажем так, чтобы не сделать какое-то дело ради того, чтобы прославился Господь. И это на самом деле есть люди, взятые в удел, чтобы своей жизнью, всей полнотой этой жизни возвещать о совершенствах призвавшего нас в славу свою. Слава Господу! И мы поблагодарим Господа, прославим Его и попросим, чтобы Бог благословил это служение, чтобы те, кто переживали и переживают действия благодати Божьей, они передали это нам. И чтобы Бог и нам дал силы быть способными и других этому же научить. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень приятно, что вы сегодня собрались, продолжите этот вечер. Ну, я начну немножечко о том, что было на прошлом вечере. Мы вообще собирались уложиться в одно служение, но так получилось, что мы успели едва ли половину, даже, наверное, меньшую половину. Вот. Ну, мы говорили о том, как начиналась история молодежи нашей церкви. Рассказывал нам Игорь Благолёв, первая молодёжь, как рассказал Сергей Николаев, рассказывал, как он уверовал, как он пришёл. Вот. И поспепенно мы дошли до Большого пробуждения, 1992-1993 год, до четырёх пробуждений. Сегодня вскрылось, что ещё и взятое было пробуждение, не совсем молодёжное, но мы решили, чтобы не выпадало кусок истории, его тоже сюда включить. Это пробуждение на хладокомбинате. Всё, он засвидетельствует. И мы закончили, значит, на 1992-м году, когда вот начались эти четыре пробуждения. Значит, первое пробуждение на Бахтине, вот на этом мы остановились. Ну, поскольку мы торопились и, так вот, как мы всё сказали, то предоставляю слово Марине Хаминке. То, что она немножко там не закончила. Я так немножко как-то следительствовала на прошлом служении, но вот основные моменты, когда уже села, ну, Елена, самое основное, то, что касается непосредственно молодёжи, как-то не получилось так сказать. Ну, я просто хотела, как бы, свои впечатления рассказать у меня, касаясь молодёжи того времени. То есть, у нас туда много очень пришло. Мы только-только веровали, как в младенце на Христе, как у нас проходили служения, какие впечатления оставил нам молодёжный руководитель. И, значит, на нас производил вернее. И также, как вот, вроде, нас как будто бы не учили, но, с другой стороны, мы об этом знали, что для нас было очевидно, касаясь служителей, церкви. И вот я хотела вводить этих пять моментов. Первое, это, когда я только пришла в церковь, меня поразило то, что было оказано внимание. И вот я не думаю, что для нашей настоящей молодёжи это, как бы, совет такой, что ли, скажешь. Вот когда новые, молодые люди приходят, не зависимо от того, где они, на каком служении, там, в среду, или в пятницу, или утром, в воскресенье, я помню, когда Орловы ещё были, они все как-то подошли ко мне, окружили так, внимание, Юля, Фишер, помню, я тоже только веровала, Саша и Ирина, жена. И вот они окружили внимание, сразу познакомились, вот откуда ты, то есть, как тебя зовут, сколько тебе лет, то есть, вроде такие стандартные вопросы, но было приятно, что, как-то, на тебя здесь обратили внимание, что ты не безум, как-то, людям не безравенство, что вот ты пришёл, просто отсидел и ушёл. И вот, и потом я помню, сколько вот у нас были служения там, в воскресной, утренней, и Маракарна Маркса тоже собирались, и, то есть, из молодёжи придётся, молодые люди, то Дина ко мне сразу наблюдала, так, Марина, пошли вот там, молодой человек пришёл, ну, неудобно одной сейчас веку сходить, раздавься, не подходит, пошли, подойдём, познакомимся, и, правда, видно было, что вот эти люди, которые даже первый раз, казалось бы, пришли, сразу же приходили в этот Ксении на молодёжное, и мы сразу же шли куда-то трудиться вместе с ними, и они вот, как бы, в коллектив выливались в один день. Ну, и тоже, как бы, большой плюс, вот, то, что вот и сам молодёжный руководитель был очень заинтересован молодёжью, ну, я это не хочу сказать, в упрёк нашим молодёжным руководителям, они тоже очень большое внимание оказывают и молодёжи, я всегда знаю, ну, просто, когда я была не то ли важна была, и вот он тоже всегда выходил ко всем, всегда знакомился, то есть, всегда привыкал, то есть, каким-то образом вниманием, там, всё, и молодёжь как-то стремилась, и у нас, как бы, был общий такой коллектив, дружные, любили друг друга. И ещё, значит, что мне ещё запомнилось, мы любили очень сильно молиться, то есть, у нас вот как была привита любовь к молитве. Ну, вот, в настоящее время, я вижу, что даже и по себе, что вот, где-то это угасло, вот, та жажда, то желание, то стремление. Для нас Бог, Он был настолько реален, что мы, у нас не было сомнений, что вот мы сейчас станем, попросим, и Бог нам не ответит. Вот, хотя Пётр свидетельствовал о Красноярске, что это у них там год был такой, что они с молодёжью пока до неоступности, а у нас не то, что до неоступности, у нас не было такого, что мы попросим, и Бог нам не ответит, то есть, как бы реально, что вот сейчас там. И вот, и самый интересный момент, такой важный, тоже, я думаю, на мой взгляд, что когда мы были всей молодёжи, проблема одного человека была проблемой всей молодёжи. И если один приходил, говорил, вы знаете, у меня так и так, давайте помолимся. И вот у нас тоже часто сейчас, как бы, заявляют нужды, проблемы на служении, и, ну, очень много нужд, поэтому каждую как-то не перечислишь. Но на молодёжи у нас были, если проблема, то мы молимся конкретно за эту проблему, конкретно за эту нужду. И вся молодёжь была, ну, частная вот именно в проблеме одного человека. Я помню, Галя Шкуматка нам приходила, пришла, как-то на молодёжную, и говорит, вот братья и сёстры, помолитесь за меня. И все, помню, молодёжь её кружила, настолько была молитой. И мы сами от того, что молились за другого человека, испытывали благословение и, ну, получали ответы на свои вопросы, хотя, на свои проблемы. Хотя мы вроде не молились за свои проблемы, молились совершенно за другого, за другую нужду. Ещё запомнилось то, что мы всегда, ну, как бы, не запомнилась тропинка одна, когда мы проводили здесь уже, когда дверь за молитвами идёт, и молодёжь здесь собиралась, то есть полный сад был. И когда заканчивалось служение, когда вот нам уже сейчас, Пётр говорит, что в 9 часов, чтобы уже здесь никого не было. Но у нас в то время полдевятого, я не помню уже, во сколько у нас заканчивалось, и все выходили из молитвенного дома, и заходили в маленький домик. Я прямо помню, зима, и это просто собственная тропинка, то есть никого в завороте, в завороте никого не было. Хотя, вроде бы, уже служение закончилось. Все проходили в маленький домик, и там продолжалась молитва. Там не то, что общение, не то, что пение, а просто мы молились, вставали на колени, молились. То есть нам нравилась вот эта молитва. И что касается служителей, вот именно в церкви, вот общее такое впечатление, вот я не помню, чтобы нам говорили о том, что вот надо служить или слушаться там, или что-то ему, так, может быть, нам и говорили об этом, но как бы не было таких, как бы, проблем, что если, хотя Лена в это служение тоже подметила, что вот если служитель сказал, то вот как-то это сомнение, подвергность. То есть если он сказал, если он говорит, то это для нас было, что Бог через это был, Бог же его поставил, он же поставил, не просто так вот. И вот не было у нас такого, что как бы отспаривать то, что вот говорит служитель. И еще один момент, что если какие-то были проблемы, и вот уже тоже подмечали на том служении, что мы всегда, ну, как бы, тоже были так научены, идти к служителю, независимо от того, и некоторые люди, и молодежь, так же, в частности, они, ну, как бы считают, что, ну, мою проблему, может быть, она никого не касается, это мое личное, а люди эти проблемы, они могут, может, и твой весь христиан быть под большим вопросом. И поэтому как-то вот сразу так мы легло, что послушаем служить и дарить ему все свои, как бы, вот проблемы, свои нужды, свои какие-то недоставки, там, ну, и такие вопросы спорные, которые, которые могут оказать влияние на свою дальнейшую христианскую жизнь. Ну, вот эти основные моменты я хотела просто поднять и добавить. Мари, как, делаю корректировку, допустим, в отношении Костноярска. Это получилось, что Костноярска мы только брали неоступности. Когда я говорю, Костноярска, это у нас только единственный день. Я помню, когда действительно я вам интересовал, что мы брали неоступности. То есть, значит, была какая-то причина, что нам Бог не ответил. Но мы, господи, как, мы еще не можем. А так вот оно всегда, как вот Марина говорила, оно и здесь, и у нас там в Костноярске было, всегда до такого не приходило никому в головы мысли, что Бог не ответил. Бог всегда был близок отвечал. Но всегда была такая тяга к молитве. Не то, чтобы молиться, знаете, бывает так, ну, обряды, а намолиться. Намолиться так, чтобы переисполниться настолько, потому что в молитве все получали пищу, соединялись с Богом, получали утешение, радость. И, конечно, знаете, здесь может сложно это сказать, привести такой пример, но вот оно бывает, вот когда мама кормит дитя, которое у груди, и бывает, знаете, не оторвешь. Он прям приносился, не оторваешь, понимаешь, не оторвешь, вот и отрываешь, и он плачет. Вот так, этому грудному младенцу так приятно именно быть в груди матери, и именно, значит, пить это молоко у груди. Но когда отрываешь, он плачет и не хочет. Вот настолько, вот может быть оно, как бы я вот с этим сравниваю, потому что настолько, когда человек имеет общение с Богом, и он соединен, знаете, это прекраснее всего. И это не хочется отрываться от молитвы. Не хочется. Потому что вот это идут эти потоки благодати, благословения. Не хочется, знаете, даже думать, что ты живешь в мире. Потому что бывает настолько, ты пребываешь на небесах. На небесах, потому что жизнь небесная, она приходит в твое сердце. И написано, что Он посадил нас на небесах во Христе Иисусе. И когда мы с Ним соединяемся, то мы на небесах. Мы Духом на небесах. Мы живем жизнью небесной. И поэтому это может только тот понять, который это пережил и отпустил, как благословение. И потому вот такие молитвы, действительно, молодежь уходила и снова молились. Не просто общались с именами, как бы они говорили, а молились. И знаете, не трое же их от молитвы, они молились. Что они молятся, что они кричат, что они говорят. А потому что Бог близок, и они чувствовали, что их сердца наполняются присутствием Бога. Присутствием Бога, он может мало что кому-то говорит, но когда действительно это Бог в реальности, в силе своей, наполняет сердце, человек изменяется, плавится и делается новым человеком. И поэтому, действительно, вот эти молитвы, которые были настолько сильны, настолько был Бог реален, и когда даже привели моменты, когда где-то что-то и небо закрывалось, то с покаянием и понятудрости Бог выходил и в этих случаях навстречу. И Марина сказала, что послушание случили, вот, то есть даже речи какой-то не было. И я думаю, что некоторые говорят, ну что я буду, подойду к служителю, хотя у меня проблемы, какая-то такая ложная скромность, да что я буду так народу много, да я буду закучать. И человек сейчас остается один на один с проблемой. Духовно он не растет, а может подоскос идет, а может карликом вырастает, но он как бы даже, это своего рода гордость, несмирение, ложная такая скромность, но человек остается нерешенным. Бог поставил в церкви что? Сручилей постарей, и души, которые проблемы должны подходить, чтобы вопрос разрешить, и дальше идти, идти, чтобы питаться Богом, расти, растите, светите, плоды приносите. Мы сегодня пропели в салон, понимаете? А они, которые остаются, ну и так, ну и ладно, помолился, да я же помолился. Ну что-то такое маленькое, ну увидите, увидите, что-то ощущал, вроде так же ничего. А ты лично общался ли с Богом? Бог тебе говорил, небо сходило в твое сердце. Вот она об этом говорила. И сегодня, вот это есть тоже проблема. Некоторые говорят, ну ладно, ну ладно, да Бог же все равно меня слышит. Да, вот Бог поставил в церкви, для уделения, что? В совершении святых, на дедослужение, для зажигания Дела Христова. И потому у человека есть проблема, и когда он приходит, и когда он получает ответ, и принимает наставление. Он исцеляется, он продвигается, и он растет. Вот это все. Сказала немножко, я тоже хочу задеть тему о служителях. Мне так повезло, что я фактически с момента верования, может быть, через две недели, наверное, после крещения Духом Святым, попала в молитвенную группу. Ну я просто считаю, что это, конечно, милость Божия, потому что там всегда были служители, был и Филипп Романович, и Петр, и Миля, и несколько раньше уверовавшие, от которых я очень много почерпнула. И вот один такой интересный момент, проблемный в моей жизни, до сих пор очень проблемный, меня общили, ну, поскольку у нас в доме часто были общения, и, ну, я много общалась с молодежью, тоже сестры старшие, от Жени Сухушина, Ирина Николаева, Рома Наумов, они как-то вот говорили, что, ну, когда что-то не в порядке, надо обязательно бежать к Петру. Это, ну, Петр, он вообще за церковь ответственный, он за каждого из нас отвечает, надо к Пётру, чтобы обязательно знал, потому что Пётр сделает только лучшее. Вы сами так не разберётесь, надо, чтобы обязательно был в курсе Пётр. Вообще, у меня много столько было рам, вот эти мои, но я это что-то твёрдо уяснила, и, в общем-то, до сих пор мне это очень помогает, потому что я вижу, что действительно служителей поставил Бог, и Бог дал лучшее видение, чем дал мне, или какой-то другой сестре, или какому-то брату, и если действительно какой-то проблемный вопрос, касается ли он меня, или другого члена церкви, или группы какой-то, то я знаю, что непременно служитель должен быть в курсе, а если люди боятся, что служитель будет в курсе, то это не, ну, как сказать, дело это нехорошее, явно. То есть, ну, чего мне бояться, если это дело хорошее? И ещё один такой вопрос о послушании служителям. Ну, тоже об этом много говорилось, и, конечно, Пётр учил вас, что сердце своё, я говорила не о послушании служителям, а о смирении. Пётр всегда нас наставлял, что надо сердце своё склонять к смирению. Ну, я это приняла, и, в общем, так делала. Но мне обычно как-то было, ну, тяжеловато. Вы сами понимаете, смирение — это когда в трудных обстоятельствах надо смирить себя, то есть, тебя оставить в стороне и поступать так, как надо. Ну, это, конечно, чаще всего, это очень трудно. И в моей жизни случился такой момент, я молилась об этом, чтобы Бог научил меня легко смиряться, чтобы, ну, хотя я всё понимала, что я гордая, и, конечно, Бог меня ведёт по этому таким трудным путём, чтобы всё это убрать от меня. И однажды в моей жизни случился такой случай, когда меня вот так обидели, ну, ни за что обидели, я очень огорчилась, думаю, ну, я скажу, я вот так скажу, и так скажу, чтобы вообще навсегда это всё запомнило. И, знаете, я так думаю и слышу голос. А ты смирись, а ты прости, покрой любовью, благослови. Я как всегда хотела сказать, да не могу я, Господи, ну, я не могу. Ну, это же, ну, выше моих сил. И, знаете, я не знаю, каким образом Бог так направил мою мысль, что я поняла, что это стучится в моё сердце. Тот, кто за меня умер, кто вообще вытащил меня из грязи, кто поставил меня в такое место, вообще, о котором я даже никогда не мечтала, кто сделал жизнь мою такой, которую я вообще себе никогда не представляла, когда не знала Бога. Я, как-то, знаете, не в видении, а как-то непонятным образом увидела, что если я не открою сейчас Христу, если я не поступлю так, как Он говорит, то я, то есть, совершенно очевидно, я открою дверь дьяволу. А Он пришёл для того, чтобы убить, украсть, погубить. И всё это мне совершенно знакомо. То есть, Бог дал мне чётко и ясно увидеть эту грань, что если я не поступлю по Его слову, значит, я поступлю по слову дьявола, и Он украдёт, убьёт и погубит. Но я думаю, что каждый из вас испытывал, что когда мы действительно дверь даже не откроем на растопашку, чуть приоткроем, он ворвётся и своё дело сделает, и потом это всё долго очень восстанавливает. И вот об этом я хотела сказать, что я тоже очень благодарна Богу, что, хотя раньше просто я как бы в послушании наставлениях это делала, то потом и Бог утвердил меня, открыл это. Вот. Ну, следующим из нашего пробуждения должен быть Дима Ветров. Его нету, да? А Наташа Наумова. Ну, выходи. Я ездила, пела. Мы её помним совсем другой. Ну, это хорошенькая моя девочка. Сюда, куда я. Счётки так на меня. Мама, стране их, детей. Слава Богу. Он тут затарит. Он не манугировал, я покаялась. Первый лентября 1972 года. Спасибо. Ну, в общем, я покаялась в воскресенье, и тоже мне так, вроде как выставили покаяться, я тоже покаялась. А они сейчас не ходят, девочки. Звоночи, вы ходите хорошо с подушкой, как с подушкой, с Наташей. Они тебя пригласили? Да. Все встали покаяться. Ничего. Ну, она пригласилась. То есть они мне так ты понесли, что ты, если сейчас ты не видишь, ты потом пойдешь одна. Так что пошли с нами. Поэтому для меня такая-то важность почему-то показалась, можно так сказать. Так мне обложили это все. И я упокаилась. И сразу же пришла в этот день молодежи. Ну, не знаю почему, как-то так. Ну, Марина там, сына, как заведовала у нас. Да. Три людей все посадили. Ну, в общем, там подробности я не помню. Ну, то, что я хочу сказать, ну, так, молодежь, что, ну, был у нас тоже важен молодежный руководитель. И еще мне запомнилось, что мы, в основном, господинские семьи, как-то у нас у молодежи был в основном один возраст духовный и плоской. Поэтому нам было так, ну, везде как-то легче общаться. И мы всегда все троты ездили вместе, как-то не было. Они туда поехали, они туда поехали уже потом. Так, ну, так у нас тут, правда, больше стало. И мы другие, если в колонию помню ездили, так меня бы истинно вдохновляло, что мы вместе ездили все. И те, кто, там, такие, помешивают, где я была. Мы с нами ездили и Ансана, там, еще с памяти тоже третья. Вот, в общем, такие, которые могли умели петь, такие с нами сидели. И по-моему, это было так. Ну, да, вдохновляло, что мы такие люди с нами ездили. Ну, и вот это, ну, все меня вдохновляло, что, ну, в автобусах спели, там, ну, уже об этом все, обо всем говорилось. Я уже не буду говорить, что сильно это, так, меня все ободряло, вдохновляло, фигура вперед, все, я зажигала, зажигала все постепенно. Ну, вот еще об одном хочу сказать, как я начинала от посещения подниматься. Я так встретилась, ну, случайно с одной бабушкой, ну, членом нашей церкви, но она не могла посещать, вот она не выходила, молодежный ход, не посещает, и вот все такие плохие, все, вот все не делает, ничего. Ну, я пришла в свою руку, в голову, ничего там, надо же, посещать надо, и у меня породилось, что меня все послушали, все меня приняли сейчас такого, в общем-то, мало, замечаешь, чтобы не слушали свои, все свои дела, а тогда меня все помнили, все плинили, и все его любовь мы пошли посещать, и все, кто были в основном, молодежь, мы посещали, бабушек, мы все вновременно посещали. Ну, потом уже так образовалась у нас группу, там несколько человек, которые уже конкретно по этим делам занимались, там уже труды просто пошли распределяться, кто таким трудом, ну, вот я в этом пока буду, вот. Мы посещали тоже, где физически помогали, где духовно помогали бабушку, и вот, ну, а когда в труде тогда и растешь, как-то больше, даришь больше, когда в труде. Ну, вот. Ну, что еще? Ну, посмотрите. Ну, просто мы были сильно, много у нас было труда. Еще помню, что мы, вот, тоже молодежь, за лето несколько порей, и капли на картошке, оттуда у нас коллективы, мы их не знаем. Мы помогали, не основном, как Филипповичу, бабушкам сел. Несколько прям полей мы сначала садили, потом окучились, и потом копали. И сколько у нас было сил и села, и такого сейчас нет. Сейчас просто мы здесь больше общаемся, а мы больше такого у нас физического труда было. Здорово. Нам некогда было общаться, столько было тело. На утреннюю молитву придем, помолимся, после утренней молитвы идем, в трущи, либо что там на ремонт, там, печь поломали. Ну, потом мы строили. Дома идем, там, бабушки, еще что-нибудь там, какие-то калитки сделать, поломать построить. Ну, все, мы были всегда с руки. Интересно, посидим. Сейчас как-то малыши есть, но где мы тебе так кажутся. Мы все бегали, много сильно ходили, много. Мы все попросили, было много. Слава Богу. Да, очень. Ну, я, наверное, не замыкающий на Бахте нет. И по сей день люди все равно обращаются, слушают. Ну, вы уже много слышали о моем свидетельстве. Я и на служениях рассказывал много очень, как Бог меня привел в церковь, благодаря милости своей. Конечно, с первых дней моего покаяния, уверования, уверования, я, конечно, много не понимал. Конечно, радость наполняла. Я, может быть, мало мог взять наставление себе. Может, мне не вмещалось много, о чем проповедовалось. Но всякий раз, когда я перед служением, если какое-то было борение, я думал, может быть, сегодня не сходить. Но я все равно как-то, все равно шли, всегда шли в служение. Я всегда, выходя отсюда, шел, или мы делились с женой, правильно мы, чтобы пришли. Каждое служение всегда Бог не оставлял. Бог насыщался своими благами. Всегда в мир приходил Божий. И поэтому в первых дней моего уверования я всегда молился. Бог резко изменил меня, дал мне совсем все другие чувствования. Можно сказать, восприятие мира. И я всегда молился, Господи, как бы моя жизнь не повернулась, но ты мне дай, чтобы я служил тебе и не отвернулся никогда от тебя. Я и по сей день молюсь, Господи, ты благословище сохрани. Ты мне дал увидеть свет истины. Сделай так, чтобы он для меня никогда не погас. Потому что я боялся, боялся, вся та со спиной жизнь, в которой я жил. Я боялся, что, и не хотел ни в коем случае, чтобы это все вернулось в мою жизнь. И поэтому, конечно, то обращение, то или тот труд, который Бог придел в моем сердце, я благодарен Машему Богу. Я, бывает, слышал некоторые, ну, Бог приводит всех по-разному, да. Некоторые там от чего-то не могут избавиться, они молятся. А я всегда видел и думал, Господи, ну почему ты сделал так в моей жизни, что ты меня от всего избавил сразу же. За одну молитву ты меня от всего избавил. Что меня уже не влечет этот мир, не влечет развлечение. Ты мне все убрал. Дал мне жажду читать Слово Божие. Дал мне жажду общаться с твоим народом. То есть, как-то так Бог, не знаю почему так. Я видел руку от Божьей с собой, и я был всегда благодарен Господу. Одно из таких, что мне запомнилось, знаете, после, ну, может быть, недели, две или сколько. Я сейчас не могу вспомнить, сколько пошло времени после, может быть, больше, может, это было месяц, может быть, два. После моего покаяния меня первый раз пригласили в гости на день рождения. И мне было маленько робко идти туда, потому что я привык совсем по-другому отмечать день рождения. И я не знал, что я там буду делать, зачем идти туда. Мне как-то было неловко. Как я себя буду вести? Знаете, это был день рождения у Марины Хоменко. Это было общение? Или общение это было? Ну, вот меня пригласили. Вот там почему-то на Тепле Тартов. Я думаю, что это было около день рождения. Знаете, но мы там пробыли. Но я так думал, что мы побоем там немножко. Но я как-нибудь жене там тихонечки мы уйдем. Вот знаете, но мы там пробыли 6 часов, 6 часов. Знаете, и я потом для меня было как знамением, что я 6 часов пробыл общение. Они пролетели как за 30 минут, и мне было так хорошо. Для меня это было как чудо какое-то. То есть, вот одно из таких, может быть, воспоминаний. Конечно, как уже говорилось, вы уже услышали вопрос уже не на этом, что был, ну я так, наверное, как быть женой, наверное, были мы постарше. Среди нас были вот там, если на Бахтин отсюда все вместе, или на Бахтин. Ну, мы нажимаем в Ассии, в том числе. Ну, если все вместе. Молодежь была. Тима, Паша, там, но еще много-много другие. И знаете, и я как-то видел в своем сердце, что мне почему-то... Мы пели очень много, с каждого служения мы ехали. Мы пели в автобусе, в девятке, мы пели в псалмы, как раз, о чем вам говорилось, да. Мы пели с дерзновением. И сколько как-то нам не было ловкости. И я видел в своем сердце, что интересно. Ну, вы представляете, вот жил человек одной жизнью. И вдруг, раз что-то у него случилось, он пришел в церковь, помолился, покаялся, и он стал всем другим. И я с ними... И я когда наведусь, и надо же, я вот еду с ними и пою, пою, о Боге пою. И знаете, как-то во мне не было такого какого-то, может быть, неловкости или чувства стыда какого-то, нет. А наоборот, хотелось мне как бы оно, чтобы люди видели, что есть нечто лучшее, есть жизнь та, которую, может быть, многие-многие не видят до сего дня. Вот. То есть, ну, много можно разговаривать, я бы не хотел много занимать времени, потому что у нас среди нас много людей, которые хотят поучаствовать и сказать. Но я просто... И вы уже много слышали о моих свидетельствах, как Бог меня обратил. Вот. После нас, конечно, после моего обращения уверовал моя сестра, уверовал, ну, Ленин папа. Они очень долго наблюдали за моей жизнью, за первыми шагами моего христианства. Наверное, звонили, может быть, даже каждый день, но они звонили к моей жене и ко мне спрашивали, как я живу теперь новой ли жизнью. Так вот. И особенно мама Ленина волновала очень в этом вопрос нашей же совместной жизни, поэтому она звонила, постоянно спрашивала, как я, не бросила ли я, не начал ли я курить, не начал ли я выпивать, и так далее, ругаюсь ли я, ругались ли мы вместе, то есть, ношу ли я сумки моей жены. Ну, вот так, такие вопросы, она всегда мне укрёк ставила, что я иду где-то спереди, а у себя сзади, она говорит, как ты, такой тетин идёшь, они там сзади упадут, с детьми, она их влагёт по сугробу, а ты даже ноль не маня, она всегда мне укоряла. Вот. Ну, а тут уже свидетельцы пошли, что я даже и пустые сумки ношу и так далее. То есть, понимаете, родственники наблюдали, наблюдали, потому что мы жили яркой жизнью, так сказать, в кавычках, да, яркой жизни жили. И поэтому наше обращение, многих было удивление, и папа не спортует, что для меня это было, конечно, большим чудом и послужило к обращению к Богу. Потому что, ну, когда человек меняется, меняется резко, в одно мгновение меняется, и он становится, он говорит другие слова, из него исходит другой оборот речи, то есть всё, вся внешность и грузы, всё меняется, то, конечно же, здесь уже ничего не поделаешь, а действительно, ну, Бог являет свои чудеса. И чудеса надо признавать, хочешь, не хочешь. Да, факт остается фактом. Поэтому я благодарен Господу, что Бог призвал меня, что и церковь валилась, и жена моя молилась, что Бог являет милость, спасает. И, конечно, так вот, анализируя свою жизнь, просто, знаете, я, когда меня на Сибирь послали учиться, я думал, почему именно меня, ну, работал на КамАЗе, крутил гайки, тут послали меня в Сминае учиться, ну, как вот так Бог сделал. То есть, и для меня вообще всю вот эту жизнь, как Бог всё это перевернул, и в последующие годы мои уверования, я так и на везде думал, ну, почему именно Бог на мне вот так вот, такое вот обращение, освобождение, одну в одночасье, так, в одно мгновение, знаете, ну, просто разложил руками и был горит Господа. Догласит всех нас Господь, чтобы мы никогда не забывали о том, что Он сделал для нас, и для нас, и всегда служили Ему. Пожалуйста. Может быть, много ещё можно свидетельствовать. Хорошо. Я хочу пригласить участников Вавкетинского соборудования, вместе один из самых, которые пили в окно. Солнце правды вошло в меня, солнце правды живёт во мне, солнце правды вошло в тебя, солнце правды, солнце Христа. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Дума Божья вошла в меня, Слово Божье живет во мне, Слово Божье вошло в тебя, Слово Божье, Слово Христа. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Дух Святой вошел в меня, Дух Святой живет во мне, Дух Святой вошел в тебя, Дух Святой, Дух Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Вера живая вошла в меня, Вера живая живет во мне, Вера живая вошла в тебя, Вера живая, вера Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Ответ, что молодежь трудилась, все, вы знаете, Бог производит такие, и в то время было такое, что мы, у меня, у меня был единственный день, а выходной, это помедельник, выходной день. Все остальные дни мы были в церкви, или это были спевки, хора, или это были служения, или это была школа, там школы проходили, то есть во все дни, а у моей жены не было ни одного дня, потому что она еще в понедельник ходила на сосуды собрания. И знаете, и нам всегда хотелось, хотелось всегда быть в общении, нам всегда хотелось быть на всех мероприятиях, нам хотелось везде помогать, и действительно мы, все, что мы могли, мы, наше все время принадлежало только Христу. Мы познали Бога, и мы все готовы были сделать для Него, и послужить во славу Его, и знаете, в то время мы были, ну, задействованы просто везде. Это желание было наше, мы по-другому, и не мыслили, как можно жить по-другому. И даже Наталья говорила, что у нас были утренние молитвы, с утра соскакивали скорее, посыпались, и бежали скорее сюда утром помолиться. То есть Бог давал какую-то жажду, желание какое-то, и мы действительно, так знаете, так вот другое было, мне уже было 25 лет, 25 лет человек соскакивали, бежит, сюда на черемошку, молиться. Знаете, Бог давал желание молиться, утром, молиться на сегодняшний день, чтобы Бог на сегодняшний день, и мы утром молились за все нужды, за церковь молились, друг за друга молились. То есть Бог дал такие желания. Слава Господу. Вон, это мой. Ничего, ничего, ничего. Ну и вот то, что они так горели, так и пели. Ну, сейчас они давно уже не пели, так они слабенько спели. А там они пели, знаете, любую народу, да, любую пение. И вот сейчас я слушаю, да, и слушал их сейчас, да, и тогда я их слушал. Слушал, смотрю, думаю, ну, младенцы, но любовь, любовь и огонь горит. И как всегда вот мы переживали, молились, потому что я знаю, что будут трудности, будут испытания, будут сложности. Они еще ничего не знают, но им придется шагать. Вот, и все-таки, конечно, некоторых мы потеряли. Мы потеряли. Ну, а эти, хотя, ну, кто-то в них, как скажем, пробуждение, в этой компании еще были, там, Ксима, допустим, был, вот, Паша был, вот, которых мы потеряли. Вот, я не буду уже себя называть, допустим, кого, вот. И я всегда говорю, держитесь Господа, ищите Господа, стойте в этом, потому что знал, что если они, конечно, всегда будут в этом столе, они пройдут любые испытания. И на сегодняшний день они уже имеют опыт, он уже служитель, пресвитер, и все они прошли испытания, прошли сложности, прошли какие-то невзгоды и уже имеют опыт. И они уже где-то укрепились, утвердились и возросли. И когда я им пил этот псалом, я сказал, что у меня какое-то существование было, поскольку я делюсь, что я так, Господи, помоги, чтобы это все укрепилось и утвердилось. Но они тогда трудились, они и сегодня трудятся. Они и сегодня трудятся. Мы этот псалом пели в автобусе, когда именно ездили, мы этот псалом тоже пели в автобусе, но мы пели на колоса, старались красиво петь. Ну, у нас, конечно, очень получилось, во-первых, мы не спевали, мы тогда не спевали, но как-то у нас было. Мы каждый день просто пели, с нами еще ездил Иван Рахмистрюх, он высоко-высоко в свое время, да, задавал нам сон. А зачем я хочу пригласить свидетеля всех пробуждений, вообще интересного очень человека, Романа Наумова. Как его видела, как красиво. Любой. Ну, давай, Рома. Говори, как ты нам приехал, откуда. Какая жесткая честная была. А Машу достань. Я так немножечко сейчас оставил небольшой такой план, о чем бы я хотел бы поделиться, рассказать. Конечно, много уже по мне знают, наслышаны и просто, быв постоянно с молодежью, я много свидетельствовал о силе Божьей, как Бог действовал. И, конечно, те переживания, они никогда не забудутся, потому что эти переживания, они проходили через сердце, они только через раз, но проходили через сердце. Как раз вот я слушаю, еще хочу сказать про молитву. Как бы сказать, это очень важный и, наверное, самый важный момент, который был именно молодежью того времени. Все очень любили молиться. И знаете, просто, как, ну, чисто таким человеческим языком сказать, и вот видели, кто, например, хорошо молится, и все на него равнялись. Вот видели, у кого-то идет молитва, и все, ну, ты, я так же хочу. Ну, почему у меня нет такой молитвы? У кого-то действует там, допустим, видение, и я хочу видение. И я хочу, чтобы у меня это было. И я хочу это все видеть. И я хочу это все переживать. То есть, духовные чувствования, благодать, духа, действие духа было, знаете, самым великим авторитетом для молодежи того времени. Когда я приехал в Сонск, вообще я немножко раньше начну. Я уверовал в девяносто первом году, это было в Казахстане, город Искненогорск, было мне 16 лет. В мае мне исполнилось 16, в июне я уверовал, 24 августа получил духовное крещение, 25 водное. Это уже года. В девяносто втором году, в сентябре, в начале сентября я приехал в Томск. Нашел я церковь не сразу, мне дали адрес старше, Калмакова, когда он там жил еще, где сейчас Женя живет. Найти было очень сложно эту улицу. Это какая улица? Да, у него. Корнил. А, где Николай, знаешь. Вот. Я искал, две недели искал это адрес, но потом, когда Бог повел меня, я нашел этот адрес, нашел этот дом, приехал туда. И первый, конечно, предложил мне Саша не сразу пойти, допустим, на дом или как молитвы, уже здесь собирались, а предложил мне в воскресенье пойти на общее служение. Я туда приехал, вот. И на первом же служении, ну, не так просто, как на сокол, где-то, может быть, такая еще младейская простота была. Брат сказал и говорит, кто видел видение, выходите на сцену, говорите. Ну, я видел видение, я пошел сразу говорить. Вот. И сразу. И вроде брат, да, был-то я совсем еще, говорят, маленький, говорит, ты еще такой был. Еще 17 лет, там такой парнисечка. И Василий говорит, брат, откуда ты приехал, о, ты в какой церкви ходишь, там, знаете, думают сразу, о, о, какой. И я походил, наверное, в полгода, и я моментально вспомнился, ко мне подошел один брат, а, сейчас это, не помню, как его звать, и подходит, говорит, ну, как там твои дети? Я говорю, какие дети? Ну, знаешь, говорят, у тебя трое детей, как они там, ты справляешься? То есть уже такие случаи ходили, что у меня уже и дети, и жена уже, так вы знаете, как оно быстро распроется, вроде, такое понимание. И после этого общего служения, когда было на площади там, я пришел сюда, и, по-моему, даже на первом самом служении, да, мне дали слово, я, как помню, прочитал два стиха из Священного Писания, там что-то про любовь было. Я ничего не стал говорить, ну, просто открыл место, прочитал, и сказал, давайте будем молиться. Стали молиться. Ну, я чувствую, а еще один момент, так вот скажу, почему, так скажем, корень всего этого скажу. Когда я поехал сюда, и молились за то, чтобы, конечно, Бог меня послал, благостоил, я видел, что в этом есть рука Божья, просто Бог все остались в водах, делал, что мне никак не осталось в Русскомнагорске ехать только в Томск. Давал два вуза экзамен, поступил в Русскомнагорске, строительно-дорожный. Мне там вся дорога закрывается, только в политехнический Томске открывается. И, когда мы молились, и небольшая такая группа была молящихся, я вижу такое видение, показано, Господь, показано все мои бойцы, где он немножко выше, показано, как младенький такой маленький ангел, подходит меня, забирает оттуда, и он все всем рукой помахал, и улетел. Мы так рассуждали и думали, что же это такое может быть. Наверное, тебя Бог отзовет. Да, наверное. Я думаю, Господи, как оно, братья, коля, тебе. Там, где, может, было немного времени, и я улетал в тон. Ну, конечно, в том мое представление было в Русскомнагорске, когда вообще это центр земли. Там самая духовная церковь, там самые духовные верующие. Ну, думаю, сейчас Русск приеду туда свет отнести. Вот. И на первом служении свет проявился. На втором уже. Вот. И стали мы молиться. А так, как в той церкви я не был, так у нас ставлен, научен, как правильно молиться, как правильно духу доверять, каким действиям давать свободу. Ну, я давать всему свободу давать. И плоти, и духу, и чему там хочешь, и голосу. Ну, вот. И чувствую я так уже вроде как начинал молиться, вроде как на прочство. Рука что-то хорошей, говорит, потрясываю. Тут Игорь Солодёв сидел с той стороны. Брат, мне стучит так по плечу. Я ничего не повадил, не понять не могу. Что мне стучит-то? Я ещё больше. Вот мне сильнее ещё. Остановить, ну. Ну, не говорите, я просто стучит по плечу. Ладно. Ну, вот с другой стороны, Пётр Филиппович. Я думаю, так, надо вроде остановиться. Всё, сел, думаю, так, чё-то не то. Вот. И стали так вот рассуждать. Пётр Филиппович стал, говорит, этот брат или не наставлен, или он не очищен. Я думаю, вот это да. Вот это я попал. А так потом верующий рассказал, говорит, ничего себе сказал. Как он это всё перенесёт. Правда, для меня это был очень такой сильный удар. Такой Бог сразу, небоскорубо меня на землю спустил. Вот. И я как помню, пришёл в общежитие. Я жил тогда ещё в общежитии студенческом. Я пришёл с Богом. Я имел просто настолько близкое общение. Я с Богом говорю и как бы сразу с Ним разговариваю на молитве. И говорю, Господь, всё, я в Томске оставаться не буду. Я молюсь за то, чтобы мне быстрее в строительную дорожную там перевестись. Я там уже каналы там налаживать стал. Всё, там один брат говорит, всё, я тебе помогу там, всё, там переведу. Всё, позвонил, там всё, договариваются. Всё, я уже сижу чуть ли не на чемодан. Всё, я отсюда уезжаю. Не надо мне тут ничего. Тут меня так поставили, так меня унизили. Всё, не хочу ничего. И молюсь, а Господь говорит, что тебе нужно смириться. А тебе нужно... Нет, на кого они правильно же поступили, и всё. Ну ладно, пока я всё равно здесь, надо же всё-таки на служение ходить как-то. Я прихожу на служение, и всё равно, когда Господь дает откровения, я такой думаю, Господи, а что с этими откровениями это делать? Вот они идут, идёт служение, там вот одна молитва, другая. Это одно откровение, другое, идёт третье. Что с ними делать? А Господь говорит, иди, подойди к служителю. Нет, я где-нибудь сейчас подойду, мне опять что-нибудь, как скажут. Что опять пришёл. Я опять внутри думаю, Господи, ну как? Нет, иди, подойди к служителю. Я так вот смело сюда брался, думаю, что мне там можно знать. Он весь так вот подошёл, ты ему, Фёдор, вот так вот так было. Ну говори. Я так сказал, хорошо. Чего-то ничего себе, ничего не сказал. Чего даже не это, ну ладно. Всё, сел, и просто как бы дальше, события просто очень кратно скажу. Наверное, через недели-полторы я уже говорил, видения на молодёжных, а где-то недели через две, через три уже на общем служении. То есть вот так вот Бог таким путём вёл. Хотел, чтобы совсем по-другому стал смотреть на окружающих, на самого себя, и увидел, что, конечно, много ещё нужно достигать. Потому что когда я ещё уезжал из Ускногорска, мне почти перед самым отъездом было показано такое видение, а весь этот год, когда я был верующим, Бог меня просто настолько высоко как бы поднимал, не моё было, как бы Бог просто поднимал настолько свои высоты, благодать свою показывал. И потом показывает, что тебе нужно одеться в доспехи, в оружие, всё. И пойдёшь, и путь идёт, знаете, вроде высоко, а потом низко-низко такой долиной пошёл. Я говорю, Господи, ну хорошо, оденусь в оружие с тобой, да хоть куда. И вот совсем там, знаете, совсем немного времени прошло, и пошла совсем другая дорога, совсем другая неделя. Ещё бы я хотел немножечко сказать про то, когда началось пробуждение на Арде. Это очень интересно, тоже было такое пробуждение. Сестра Ира, она здесь, она тоже очень, можно сказать, хорошая свидетельсть всего этого. И там интересно было, там уверовала молодёжь, и молодёжь такая, можно сказать, как криминальная. Одни очень такие, кто помнит, у нас такой был, уехал-то в Мирный. Виктор. Брат Витя был, Витя, который учился потом в Рыбнице. Он-то вообще был хулиган из хулигана. Очень такой, знаете, очень такой дрался со всеми, пил там по-страшному, очень сильно дебоширил. И было, когда уверовал, для всех было огромное свидетельство, что именно этот человек пришёл к Богу. И он там идёшь, и он прям на этажах кричит, там что-то про Бога говорит, он тихо не умел разговаривать. Он громко там про Бога всё. И там так интересно было, что, допустим, я прихожу с учёбы, я какое-то время летом жил там, прихожу, идёшь по одному этажу, смотришь, там, как бы, слышишь, там молятся, там молятся. В одну комнату зайдёшь, ага, там молитвенное служение. Дальше поднимаешь на другой этаж, поднимаешься, смотришь, ага, тут общаются, кушают, дальше. И вот на какой-то комнате остановишься, и там пообщаешься. То есть на разных этажах, в разных комнатах было разные общения. Настолько просто Бог обильно, как вот здесь. И все были верующие, да. И все были верующие, да. И все были крещённы Духом Святым. То есть настолько просто Бог обильно там благословлял. И ещё маленько хотел бы сказать про сосудное служение. Вот немножечко задену там веру, наверное, к роману. Когда первый раз я пришёл на сосудное служение, пригласил Пётр Филиппович. Я уже какое-то время говорил откровение, там действие было духовное. Пётр говорит, ну тебе уже надо на сосудное приходить, что ты не приходишь? Я говорю, ну не приглашал никто, приходи теперь. Я пришёл, и примерно даже почти с первых же служений я почувствовал, что вообще я понимал так, что благодать Божия сходит тогда, когда Бог этого захочет. Вот благодать сойдёт, и Бог захотит, значит она сойдёт. Ну не сошла, значит, ну не сошла. И я сам вот так вот чувствую, я так сам молюсь, вроде мне хорошо. И чувствую, тут вера за меня как бы вроде как это молится. Когда кончается молитва, говорит, вот брат Роман не доверяет работе Духа Святого, за него идёт работа, он не доверяет, на связь не выходит. Ну какая связь, какая работа сейчас, от меня надо. Ну я тут молюсь, мне тут хорошо, я благодать чувствую, Бог со мной, и что она ко мне как это. Да опять следующее служение, повернётся прямо ко мне, стоит прямо рядом, повернётся прямо в мою сторону, молится, 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 я думаю, ну что от меня надо. Я уже так замкнусь, думаю, Господи, ну как-то помоги мне как-то всё это. И потом вот, и, ага, и так вот знаете, молюсь, молюсь, и потом, наверное, где-то уже второе, третье уже, четвёрдо на служение, и смотрю опять, ну ага, сестра заказывает, что она не остановится. Вот, она опять в мою сторону всё молится, молится, молится. Я думаю, ну дай-ка я этому доверюсь. Ну что-то мысль мне такая промелькнула, дай-ка я этому доверюсь. Знаете, а мне такова раз фраза, и, как бы, молчание, вроде там, что-то вроде там, между этой фразой должно быть, там, словом. И я раз как бы своё слово ставил. из слова, а она как бы переговор пошел. Она мне говорит, я ей моментально в небо вылетел. Несколько секунд я оказался так высоко в небесах. Я даже этого не ожидал. Я думаю, вот это да, вот это действие. Вот так вот Господь учил понимать, разуметь таких вот начал благодать Духа Святого действия. Слава Господу. Интересный момент у нас. События. Мне, конечно, я пояснил. Пояснил со своей стороны, потому что я его останавливал. Я пришел на служение. На служение. Я тогда работал на производстве. Бывал с работы. Я хоть все равно как-то уходил, отпрашивал на собрание. Хоть опаздывал. По-всякому разному приходил я. И тут я, получается, пришел. А когда меня нет, я сказал, братьям, если нет, начинаете служение. И в словах начал, куда-то в единственном слово. И в первом угол роману. Ты тоже, говорю, в том, кому-то не знают. Как ты не знаешь. Ты слово дал, я не знаю, кому-то в словах. Ну не знаю. Ну ладно. Будем слушать. Ну когда роман сказал, он тебя одевались. Когда он одевались, то, да вот, у него тут, как он говорит, и выкальница везет, и пророчествует, и не поймешь. То есть всему доверял-то, ну вот. А народ весь, когда увидел, а это было так громко, там сотрясалось все. Народу не можно для осмотреть на него. А я уже устанавливал, он не устанавливает. Хоть его бью, так, посвышь, когда ему натишнули. Понимаете? Какое-то он устанавливал-то. А все, а все ждут служения, никакого, какой-то, может быть, проповедит, пение. Все ждут ответы на этот вопрос. Понимаете? На это действие, да. Я говорю, вы знаете, к нам разные могут прийти в церковь. Разные. Это не значит, что мы все это поддерживаем. Я сказал, что человек, это не очищенный или не наставленный. И все, все, могут, и все поняли. И все. Ну а, отлично, он был не наставленный. А потом, конечно, я думал, что, господи, помоги ему. Вот, потому что вытюжь случая, когда вот такое случается на людях, это очень сложно перенести. Конечно, я бы этого не делал, если бы это было, ну, где-то, знаете, чисто наедине, может быть, там, это проще было бы. А здесь церковь, а я должен церковь не ответить, а я должен церковь защитить, а с этого обращения сохранить какой-то менту. То есть поставлю мне для этого делать. Поэтому, если уже хочешь, не хочешь, надо его при всех останавливать. Думал, ну, Господи, помоги, конечно, ему. Ну, думаю, навряд ли. Это обычно люди не выдерживают такого. Обычно люди всегда входит. Смотрю, он уже не появился. Ага, как я сказал? Я говорю, нормальное. Увидение, отведение нормально. Хорошо. Ну, смотрим, что еще будет. Нормально. Потом, значит, еще не могла сказать, видение. А потом стало пророчество. На засуду находить. Ну, то, что он уже рассказывал уже. Так, чтобы и для вас было понятно. Поэтому, конечно, такое действие, вот такая у нас была с минусомства. У меня было даже, как его звать, ничего. Ну, такое нацепление. Ну, что-то, что-то, что-то. Я говорю, стой, остановись. Несколько раз. Я уже все смотрю. Ну, такой момент. Ну, и с другой стороны, с другой стороны, вот это было точно пробуждение. И здесь, и в Казахстане. Люди уверовали. Вообще, смирясь, может, Бог покрыстил на крещение все, не наставленные. И вот там вот, и вот Господа, доверяются. Где-то даже остановились. А все-таки Бог научает, разумляет. И вот, и вообще, вот эти, ну, реврооборожения были, да? И люди сейчас, как намечали, каких-то вот ошибок, каких-то вот, может быть, обид, отчаяния, недовольств. Все покрывалось. Главное одно. Он уверовал. Там, где его уверовал? Ой, тут ведь его уверовал. Все. Там, аллилуйя, поют, славят Бога. Ничего не замечают. Это не так. Ничего. У них одно. Все. Мы с Богом. Мы в Боге. И, понимаете, то есть такая любовь и огонь и какие-то там, может быть, жизнь, проблемы. Все. Второе. На первом месте это духовная жизнь. Это общение с Богом. И вот, как я говорил, в прошлый раз, с детестами, у нас с медицидетами, с детестру рядом, приходили на первые стометики, занимали место. И до сих пор помню. Как будто сегодня на молодежном будет прижать для Христа. Я вот на них смотрел, я сижу, смотрю, а они прибегают. Как они занимают места. Как они все такой между собой. Я вижу, смотрю. Сегодня пришествие Христа. Вот так они молятся. А молиться не оторвешь. Надо, знаете, и чтобы закончить, надо где-то в голос потусить. Они молятся и молятся. Поможет Господь. Вот это огонь. Но другой сын скажет, что и сегодня. Да, есть огонь. Может быть, не в той мере, но есть огонь, кто-то вверх, а кто-то его потерял, а кто-то где-то не верил. И в общем плане сказать, что да, сегодняшний день.